Девушки отдыхают Сколько вы зарабатываете, Виктория? Достаточно. Хочу, чтобы было более все классическое. Или ты хочешь, чтобы она зарабатывала, а ты что, пристроишься или как? Так ты о ее деньгах интересуешься сейчас. Ну они же будут тогда твои, если ты обьешься ее. По крайней мере, он должен к этому стремиться. Абсолютно правильно. Ну, можно, она будет ей куда-то ложить, а ты будешь стараться по дому и оттуда брать. И таким образом ты будешь зарабатывать. А в нашей студии пришло время знакомиться с женихами. Первого из которых зовут Андрей. Андрей. 29 лет. Андрей уже двече мог быть одруженным. Однако в первом случае, Кохана выявилась зарученной не с ним, а в другом – занадто ревнивою. Андрей – радио- и телеведущий. Володяя приемным тембром голосу та професійною дикцією. Натхненно малює, співає та грає на фортепіано. Иногда працює моделью. Обожнює спілкуватися з людьми в интернеті та у реалі. Андрей зізнається, що закохатися йому важко. Та якраз Вікторія може пробудити почуття. АПЛОДИСМЕНТЫ Обычно появление Андрея не остаётся незамеченным. Он всегда привлекает к себе внимание окружающих то своим ярким внешним видом, то незаурядным голосом и, конечно же, незаурядными умственними способностями. А вот чем сегодня Андрей удивит наше невеста, мы увидим прямо сейчас. Иди, знакомьтесь. АПЛОДИСМЕНТЫ Добрый день. И ставьте, пожалуйста, своих сватов. Это Олег, певец, и его продюсер Александр. Это мои старые добрые верные друзья, которые специально для того, чтобы меня поддержать в таком проекте. Возможно, это станет не проект, а... Проекте вашей жизни, да? Проект моей жизни, да, поддержать меня. Спасибо им большое. Так, ваше первое впечатление от нашего героя? Позитивное, улыбчивый молодой человек, интересная внешность. А что, Андрюш? Вы уже, насколько мне стало известно, несколько раз пытались связать себя узами гиминея, да? Но эти же несколько попыток закончились неудачей. Ну, давайте вспомним вашу первую любовь. Скажем, первые ваши отношения, да? Я знаю, что они продолжались пять лет, да? И вы любили женщину, которая была замужем. Да, она была замужем, это был гражданский брак. Изначально он, как мне казалось, был тогда обречен, эти вот узы, эти связи, да? У нее, с мужчиной, с которым она жила тогда, да? Но вместе с тем я не видел, по большому счету, и своего большого светлого будущего с ней. С ней? Да. Но почему-то продолжали же с ней отношения? Очень любил, очень. Ну, то есть я, это были первые мои такие чувства к женщине, и я на самом деле, ну, до этого жил, думая, что этого нет. Такое со мной не приезжает. Да, то есть я всегда смотрел на какие-то отношения людей, как на некие богом выше данные исключительно этой паре чувства. А со мной такого не может быть. Но вот этот случай перевернул действительно меня. Ясно, Андрюш, ну, все-таки, может быть, нужно было побороться каким-то образом за свою любовь. Может, нужно было предложить девушке оставить мужчину, с которым брак уже напоминал, да, в остывший очаг, и предложить переехать к вам, и попробовать начать жить вместе. Может быть, как раз-таки увидели, где-то бы, забрежило бы где-то светлое будущее. По большому счету, это было практически невозможно, поскольку она, ну, она жила с мужчиной, и, ну, она была ему обязана, и там, ну, свои такие некие, некая ситуация, которая абсолютно не позволяла мне быть, ну, как бы на виду в этой ситуации. По большому счету, ты, наверное, ее содержал? По большому счету, да. Ну, это она находила отговорки, на самом деле. То есть я думаю, что ей было удобно, вернее, ей было удобно, что ее содержат, что ее финансовая сторона решена, как бы, да, и она не испытывает никаких, ну, я знаю, неудобств, да. И здесь с приятным молодым человеком, почему бы не общаться интеллигентно, и в следующий раз, я знаю, было наоборот. Девушка была до такой степени инициативной, что она даже подсылала к вам своих подруг, дабы усомниться в вашей верности. Познакомился без имен, да, я думаю? Нет, конечно. С женщиной, которая действительно меня поразила в очередной раз. Но там было очень много претензий именно ко мне, как к мужчине. Я люблю свободу, ну, не знаю, обращаясь, может быть, к Вике. Я свободолюбивый человек, в первую очередь. Не надо думать, что если я в командировке, я изменяю. Я вам только хотел сказать, да, что вы в своей свободе умеете принадлежать на все 100% женщины. Ну что ж, есть ли у вас вопросы к нашему герою? Ну, Андрей, смотрите, вот вы вот первый раз, когда увидели Викторию, вот что-то было такое, что вас поразило больше всего? Может, какой-то элемент, какая-то там, или взгляд, или что-то такое? Вот что это было? Очень красивый взгляд, искренне немножко, ну, такой скромный. Вот, когда человек отводит от мужчины взгляд, а тем более это женщина, ну, это говорит, мне кажется, какой-то преданности, скромности, но пока еще понятно, это не переступило черту, ну, это просто первое знакомство. И когда вот именно так девушка знакомится, мне очень нравится. Есть у вас вопросы к нашему жениху? Есть вопрос, Андрей, скажи, пожалуйста, чем ты планируешь заниматься в будущей жизни? Основной вид деятельности. У меня много всяких, скажем так, ну, это не работ, это вот как раз видов деятельности, да. Я не собираюсь идти в юристы, вот, я не буду твоим коллегой, но, зная, что ты человек творческий, я думаю, что здесь мы сойдемся. Ты не считаешь, что много видов деятельности вот приводит к распылению? Нет. Везде по чуть-чуть и нигде конкретно? Ну, почему? Я конкретно радиоведущий, я конкретно работаю на радио и там зарабатываю конкретные деньги. Я конкретно работаю на телеканале, конкретно веду проект и конкретно зарабатываю деньги. Мне кажется, что это вообще одна профессия. Скажите, пожалуйста, Андрей, приготовили ли вы сюрприз нашей невесте? Да, конечно. Да. Что это? Это нематериальный сюрприз, это очень теплый, нежный, и я надеюсь, тебе, как творческой натуре, он очень понравится. Надеюсь. Ну что ж, пойдемте позорить на этот нематериальный сюрприз. Вика, знаешь, что ты человек творческий, несмотря на свою абсолютно традиционную профессию, ты хочешь стать певицей, тебе это нравится, и я тебе желаю только творческих успехов в этом направлении, и поскольку сам не очень пою, пригласил специально звезду практически европейской сцены, это Олег Винни, который тебе подарит одну из своих нежнейших песен. Затаив дыхание, прощались, распахнула окна, вдруг гроза, была все любовь и обещание, только их вернуть уже нельзя. Что у нас внутри творилось, скроем от друг друга на все. О тебе, о тебе, кричали небеса, по тебе, по тебе, сошла с ума гроза, о тебе, о тебе, шум ледяной воды, обо мне, обо мне заплачешь только ты. Не знаю, встретимся ли мы в конце этой программы, хотя бы очень бы хотелось, да, если невеста сделает свой выбор. А пока проходите свою комнату. Спасибо большое. Спасибо большое. Пока. Не хочется искать продукты. Нужно было руки. Давайте послушаем. Уважаемые сваты, что вы можете сказать о нашем первом женьке после общения с ним? Я, честно говоря, не вижу его с Викой. Он какой-то нерешительный, мне кажется. Это твоя спонность. Нужно было на лошади въехать красиво, шашкой махнуть барышню. И понасли. На седло, да, и ускакал. Скажите мне, пожалуйста, что вы думаете о нашем женьке после общения с ним? В принципе, позитивный очень молодой человек, так как я и говорила в начале. Мне кажется, что да, действительно, ему немножко не хватает вот этого мужского такого твердости характера. Вы знаете, я вообще хочу с вами, извините, уже и с нашим сватом поспорить. Это до мозга костей интеллигентный человек, понимаете? Интеллигентность, это не значит скромность, нерешительность и немужественность. Мы так отвыкли от этих правильных, нормальных мужчин, от нормальных отношений. Нам надо, чтобы это было все брутально. Не переживай, все будет хорошо. Наташ, что звезды говорят о нашем герое. Очень редкое мужское качество, которым обладает Андрей, это трепетность. По знаку зодиака он девы, родился в год собаки. И я вам скажу, что вот то, что на сегодняшний день вам показалось нерешительностью, это всего лишь осторожность по отношению к тому, чтобы не разрушать. Настоящий джиги должен быть осторожным. Да. Относительно того, как могут сложиться отношения Андрея в семье и что ему нужно. Вы знаете, есть люди, вот как бы мы все являемся продолжателями рода. Но есть редкие люди, которые становятся начинателями рода. Вот на самом деле Андрею в этой жизни суждено стать начинателем своего собственного рода. Поэтому рядом с ним должна быть женщина, которая верна себе и которая пойдет за этим мужчиной и будет давать ему вот эту свободу. Потому что она дает свободу себе. Понимаете? В идеале, скажу честно, Вик, два противоположных знака. Но в идеале это абсолютно ваш вариант. Единственное, что на сегодняшний день у вас слишком много претензий по отношению к мужчинам. Правильно, это то, что ты сказала. У нее должна быть претензия самой к себе изначально. Андрею спасибо, потому что он где-то напомнил мне моего мужчину, моего мужа, да, который вот абсолютно согласен с Натальей. Прежде всего я отстраивалась от своей свободы, да, потому что я тоже человек, который любит быть свободным. При этом быть преданным и не изменять прежде всего себе. И спасибо вам, Андрей, за то, что вы есть. Спасибо. Спасибо. Молодец. У нас пацанка. Глубо говоря, в сто раз лучше меня. Ну, Андрюх, ну, вообще не конкурент. Некоторые сомнения. Он последователь Куклачева. А Куклачев в то время сидит без пиджака, да? Не, он... Не, он... Не, он... Он динозавр. Он динозавр. У вас сережка в левом ухе, я вам должна сказать. Он, мне кажется, он клон. Я не пойму, кто он. Мне кажется, он работает клон. Пойдемте посмотрим на эту интригу. Интересный подарок. Может, он все-таки какой-то исполнит этот гимнастический? Он, мне кажется, подарок будет. Он порежет еще сзади пиджак, наверное. Я... Проводит на место нашу невесту. Видишь, Андрюш, а ты не догадался. Даме цветы подарить. Пойти на клумбу и нарвать аквиток. Она меня учила там чему-то. Литературе, там, да? Ким-то духовным пониманием, ценностям каким-то жизненным. Парню с 14 лет заняться нищим было. Извините, да, это тоже комплекс мамочки уже у него такой. Ему... Обнять и плакать. Ну, да. Она вышла замуж. Его друзья? Можно сказать, да. Значит, у него... А, комплекс у него от того, что у него травма. Как бы это, эмоциональная в связи с ранней любовью. То есть... И безответная, правильно? Безответная. Вот. Ну что ж, спасибо за откровенность. Ай, Андрюш, не вижу соперников. Андрюха, пока ты лучший. Пойдемте посмотрим на этот необычный симбиоз. АПЛОДИСМЕНТЫ Сейчас такой ключи от Мерса. Бах. Спасибо. Спасибо. Была бы оригинальная, если бы он подарил разводной ключ. Разводной, да. Такой баллон. И в какой-то степени ему подчиняться. О, вот то, что подчиняться, мы сразу все заметили. Ну, да. Если вы готовы на такой сценарий, а здесь возможен только сценарий отношений, который нужно будет выстраивать, то можно попробовать Саше. Ты заметил, вот, он ни разу не улыбнулся, вот сколько говорил. Практически ни разу не улыбнулся. Да, да. Итак, напоминаю имена наших женихов. Это Андрей, Владислав и Лукас. Уважаемые сваты, вы были так придирчивы к женихам. В хорошем смысле этого слова. В принципе, для чего сваты и нужны. Скажите, пожалуйста, кого бы из наших молодых людей вы посоветовали Виктории? Выбирать, конечно же, ей и все-таки. Ну, я за Андрея. Вы советуете Виктории первого жениха Андрея, да? Что скажет наш сват? Ну, я бы тоже поставил первый вопрос. Первый вариант, потому что он более готов уже к этому. Он созрел, можно сказать. Как минимум, он готов меняться, если вот стать как-то вот сильнее, может, как-то вот морально. Ты чего не радуешься? Тащажность ничего. Еще подожди, она же должна слово сказать. Наталья. Ну, я правда тоже советую Андрею, потому что все рекомендации в начале передачи, они в большей степени касались именно этого молодого человека. Но скажу честно, Викочка, это вызов для вас. И вам придется очень быстро меняться под этого человека. Но это будет качественно для вас. Качественный скачок вверх. Спасибо. Анна? Я абсолютно согласна с Натальей. Ну, во-первых, скажу, что вот такого, да, жениха, с которым прямо сейчас под венец, вот не увидела. Я не увидела. Но советую вам, Андрея, и не для того, чтобы он менялся, это я свату. Его не нужно менять. Вот здесь скорее, Виктория, вам это общение пойдет больше на пользу. Потому что вы раскроетесь и не будете такой вот заскорузлой молодая девушка, которая в каких-то таких рамках для себя придуманных. И не понимает, что жизнь, она гораздо ярче, интереснее. И в свободе в какой-то любовь может существовать. Вот поэтому я вам рекомендую, Андрея. Пару инструктажей. Станешь уже практически настоящим, как бы, женихом. Сегодня я тоже присоединяюсь ко всем. И мой выбор пал на Андрея, потому что меня он действительно поразил своей интеллигентностью и интеллектом, и своим окружением. А это то, что необходимо вам. Спасибо. Только что на наших глазах сложилась пара. Виктория и Андрей вышли вместе. Хочется надеяться, что они когда-нибудь скажут друг другу, давай дружимся. Господа, а сегодня еще вас ожидает романтический ужин в ресторане «Апрель». Пусть весна всегда будет вашим сердцем. Все, что случилось сейчас в нашей студии, случилось реально. Не верите, продолжайте не верить. А всем, кто верит в возможность счастья, я советую заполнить анкету на нашем сайте. Или отправить заявку на участие в программе по адресу, который вы видите на своем экране. Будьте уверены, ваша вторая половинка уже рядом в программе. Давай дружимся. Я, Оксана Байра, говорю вам до свидания и увидимся.